Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Наталья Полякова. Разгул стихии. Продолжительный летний зной в регионе сменился грозой и сильным ветром. Вечером 14 июля жители Брянщины наблюдали настоящий ураган. Соцсети пестрили фотографиями затянутого тучами неба и начинающейся грозы. В итоге только в областном центре поступило 21 обращение в единую дежурно-диспетчерскую службу, причина поваленной ветром деревья. Некоторые из них повредили линии электропередач, автомобили, а также был сорван каркасный шар возле кольца в московском микрорайоне. Одно из упавших деревьев едва не покалечило трех девушек. В Новозыпкове вырванное с корнем дерево повредило балкон дома, а в клинцах крыша здания рухнула на легковушку. Также из-за ухудшения погодных условий задержались несколько поездов. Пострадавших от урагана нет. Уже к утру понедельника большая часть последствий разбушевавшейся стихии была устранена. В Стародубье идет реконструкция сквера «40 лет победы». Проект – победитель всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Министерства строительства и ЖКХ России. Губернатор Александр Богомаз посетил стройку. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Вместе с главой муниципального городского округа Александром Подольным посмотрели, как идут работы в сквере «40 лет победы». На ремонт сквера по нацпроекту «Жилье и городская среда» выделено свыше 72 миллионов рублей из федерального бюджета и 30 миллионов софинансирования из местного бюджета. В обновленном сквере будет зона отдыха с фонтаном, качелями, современным освещением, детской и спортивной площадками, местом для молодоженов, новое кафе с летней верандой. В виде единой композиции сохранятся памятники воинам-землякам, погибшим при защите интересов Родины, воинам-десантникам, пограничникам. Строительство ведется по графику, темп работ хороший. Обновленный сквер станет подарком жителям города. К 22 сентября – дню освобождения Стародубщины от немецко-фашистских захватчиков. В Брянской области началась уборка рапса. Об этом губернатор также написал в своем телеграм-канале. «Побывал на полях хозяйство, которое было лучшим в советские времена, и таким является и сегодня под руководством героя социалистического труда Георгия Лобуса. Вместе с его внуком Егором Лобусом и главным агрономом хозяйства Василием Горбачевым посмотрели, как идет уборка. Виды на урожай хорошие. Все это благодаря тому, что наши аграрии научились соблюдать технологии, применяя и соблюдая научный подход. Теперь надо только одно – вовремя все убрать. Желаю всем сельхозпроизводителям области продуктивной работы». Будьте в курсе. Самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. Брянский экспорт в условиях санкций вырос на 11%. Модернизация международного аэропорта «Брянск» продолжится. В Краснодаре прошло первенство в России по легкой атлетике среди юниоров. Экс-капитан «Брянского Динамо» Данил Лупа перешел в футбольный клуб «Муром». В Брянской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В Брянске во время урагана рухнувшее дерево едва не раздавило трех девушек. Консервы кипятить у бабушек не покупать. Как брянцам не стать жертвой ботулизма? Об этом читайте в рубрике Ольги Умаровой «Мам просвет». Еще больше интересной информации на нашем официальном сайте губерния.тв. Жить в палатках, готовить на костре, участвовать в викторинах и мастер-классах. И так три дня. Молодые специалисты и сотрудники девяти предприятий города Брянска состязались в спортивных и интеллектуальных конкурсах. Ежегодный фестиваль «Лесное раздолье» прошел в поселке Радицыкрыловка. Фестиваль традиционный, но год из года не перестает удивлять. Каждая площадка как отдельный мир. Вот корабль, а отойдешь на пару шагов – уже крепость. Все потому, что в этот раз главной идеей праздника стала история городов-героев. Каждый коллектив выбрал одно из таких памятных мест и воссоздал его на своем поле. Делали историю на городе Тула, потому что город Тула большой и в нем много чего производится. Но о событиях тех лет лучше всего расскажут оружие, предметы быта, личные вещи. К таким на фестивале добавились и недавние находки поисковиков. По картам, по аэрофотосъемке, в архивах смотрим. Важная цель, потому что, особенно сейчас, подымается это все. Мы еще солдат наших не захоронили всех. Я сам лично занимаюсь, потому что у меня дедушка пропал без вести. И я до сих пор еще не могу никак его найти. За изучением истории участники сближаются с другими командами. Зовут в гости, угощают и предлагают посмотреть, какой лагерь разбили. Кстати, это один из конкурсов. Понравилась сплоченность между другими предприятиями. То есть, все друг друга поддерживают, помогают. Вот это больше всего отозвалось. То есть, человечность в наше время присутствует. Это очень порадовало. К очередному соревнованию дух соперничества одолевает размеренный досуг. За три дня 150 участников успели выявить лучших в волейболе, страйкболе, тяжелой атлетике, перетягивании каната. Программа нашего фестиваля очень насыщена, где каждый себя может испробовать в виде воина, в виде танцора, в виде певца. Представить завод, показать, что мы сильны не только в производстве ведущей продукции в нашей отрасли, в железнодорожной, но и во всех других отраслях, в том числе в спортивных, культурных состязаниях и мероприятиях. Пошел. Все, перелезаем. Спасибо большое за организацию. Все очень довольны. Мы готовились к этим состязаниям. Новые испытания для нас, потому что мы еще по такой, ну, не проходили именно по этой полосе. Ну, было очень интересно, очень сложно. Не только скоростные и силовые конкурсы. Все честно. Замыкают программу, смотр строя и песни. Внимание уделяется даже мелочам. Соответствие тематики конкурса, качество исполнения композиций, правильность выполнения команд и основное, как по мне, это внешний вид выступающих и наличие костюмов. Отделение! Отделение! Начали! Воня! В нешуточной борьбе одержали верх представители «Газпрома». У акционерного общества группа «Кремний-Л» второе место. Замкнул тройку лидеров «Термотронзавод». Кирилл Новиков, Павел Подобаев, Брянск. Каждые жаркие выходные горожане массово выходят отдыхать на водоемы, чтобы хоть как-то спастись от палящего солнца. Каждый понедельник сотрудники МЧС подбивают печальную статистику. С начала купального сезона в Брянской области погибли уже более 10 человек. За минувшие выходные список пополнился двумя молодыми людьми. Озеро Мутное забрало жизнь 18-летнего брянца. В компании друзей употреблял алкогольные напитки и заплывал за границы официального пляжа. А в Навлинском озере утонул 16-летний парень. Обстоятельства его гибели уточняются. Спасатели напоминают – не отправляйтесь на водоем в одиночку. Отдыхайте только в проверенных местах. Пренебрежение правилами безопасного поведения на воде может стоить вам жизни. В Брянске нетрезвая женщина-водитель везла на машине ребенка. Прибор показал состояние опьянения 1,2 мг на литр. Теперь нарушительницу ждет административное наказание. В Фокинском районе Брянска молодая женщина не вписалась в поворот и съехала в кювет. По трулю госавтоинспекции она пыталась объяснить, что отвлеклась на телефонный звонок. Отвлеклись на телефон? Да, по дружке звонили. Полицейские обратили внимание, что в машине в детском кресле был ребенок. Поведение женщины при этом им показалось странным. Провели освидетельствование. У вас состояние алкогольного опьянения установлено. А именно вы надули у нас 1,228 мг на литр. Женщина рассказала, что везла ребенка купаться, а перед этим выпила пиво. Полицейские отстранили водителя от управления и составили в отношении ее административный протокол. Правонарушения сотрудники полиции выявили в первый день проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Наталья Будник при содействии Пресс-службы госавтоинспекции по городу Брянску. Кто такой берейтер, как заркадить быка и что нужно для работы с кожей? Агрохолдинг Мираторг – один из постоянных участников Дня поля. Представил на выставке необычные профессии, а также поделился, какие возможности есть у молодых специалистов. Лошади, телята, коровы. Каждого можно покормить и потрогать. Площадка Мираторга традиционно одна из самых больших. Агрохолдинг – постоянный участник Дня поля. Для нас это своего рода возможность рассказать о том, чего мы добились за год. И в этом году мы представляем здесь новую программу, которую презентовал наш директор по животноводству. Мы презентуем новое направление работы с кожей, которая делается на нашем кожевином заводе. Агрохолдинг Мираторг – это не только про мясо. Здесь могут проявить себя инженеры, логисты, агрономы, а также люди необычных профессий, как, например, тренер, который обучает работе с лассо. Раз, два. Бросаем. Посмотри, не так надо, а голову. Ага. Ну вот скажите, столько тонкостей вообще. Как этому научиться? Сколько лет надо потратить, чтобы воссоить этот навык? Ну, лассо нужно научиться. Сколько ты работаешь на лассо, столько нужно работать каждый день на лассо. Если ты уже научился все равно нарабатывать, в день нужно делать не менее 100 бросков. А вот как новичкам, которые приходят? Новички, да, которые приходят, сначала показываем лассо, для чего он, объясняем. И так же самое, технику ставим манекен и учимся на манекене сначала бросать. У кого-то получается, потом садимся на седло, отрабатываем фиксацию, фиксировать. Получается фиксация, садимся на лошадь и маленьких животных ловим. Работа с животными трепетна. Каждому нужен индивидуальный подход. Берейтеры, специалисты по работе с лошадьми, знают об этом как никто другой. Процесс немножко сложный местами, где-то индивидуальный подход, потому что лошади разные бывают по характеру, по темпераменту. И здесь уже смотришь непосредственно на то, насколько лошадь готова прийти к человеку на контакт. То есть здесь надо заниматься. Может это занять один день, может два дня, может неделю, может месяц. Здесь уже, как говорится, не угадаешь, тут уже как повезет. Разные породы. У нас есть и квотерхорсы, есть и наши отечественные породы, карачаевская. Также мы разводим и поместных лошадей, то есть уже с квотерхорсами и нашими. То есть получается очень хорошее потомство. Узнать о животных, познакомиться с ними поближе или почувствовать себя мастером и сделать изделие своими руками. Для гостей – мастер-класс по работе с настоящей кожей. Прямо углом. Давай. Отлично. Все, все, теперь дальше. В агрохолдинге идет упор на молодых специалистов. Приходят на стажировку как и отдельные студенты, так и целые группы. В среднем за год, возможно, даже отстажировывается около 350-400 человек. Буквально большая часть из них, то есть практически половина, устраивается практически сразу же на работу. И в основном это целевые направления для нас – агрономия, агроинженерия, зоотехния и ветеринария. Должность инженера-энергетик, что заинтересовало, то вот как-то в университете приучили к сельскому хозяйству так вот ближе, поработать руками, не то что в офисе сидеть. Ну это как бы тоже есть, и в общем разнообразная работа, и поработать руками, и головой. Каждый может попробовать свои силы в разном ремесле. Мираторг дает все возможности для молодых работников. Дмитрий Газин, Кирилл Пухляков, Павел Подобаев, Кокина. Одна из самых масштабных площадок Дня Брянского поля по традиции у Брянск-Сельмаша. Официальный спонсор выставки сельскохозяйственной техники и передовых аграрных технологий привез в Кокина всю линейку выпускаемой продукции. Богатыри. Одни, извиня кольчугами, сражаются на мечах, другие гордо демонстрируют себя во всей красе многочисленным посетителям выставки. Светогор, Пересвет, Ставр. У каждой модели комбайнов завода Брянск-Сельмаш свое имя. Самый могучий – Светогор GS2124. Производительность 24 тонны в час. Идеальное решение для высокоурожайных полей. Надежный, эффективный и очень удобный в эксплуатации. Есть монолитная панель управления, где мы можем производить все настройки и регулировки комбайна, не выходя из самой кабины. Есть аудиосистема, есть климат-контроль, сидение механизатор на пневмосистеме, что очень комфортно. И мы сделали большой акцент на то, чтобы в автоматическом режиме комбайн сам работал, а механизатор все-таки уделял внимание на более уже другие вещи. Модернизированными кабинами Уникап сегодня укомплектованы все комбайны, сходящие с конвейера завода. И это лишь одно из многих конкурентных преимуществ. Компонентная база полностью отечественная. Мы ремонтно пригодные, мы по ценному депозированию конкурентные. И опять-таки, говорю, близость завода однозначно она дает свое. Это сервис, это качество. И, говорю, компонентная база отечественная, которая в данный момент очень сильно актуальна в сезон, в уборку, в запчасти всегда в наличии и у дилеров, и на заводе. Ежегодно «Брянск-Сельмаш» поставляет аграриям от 1000 до 1300 комбайнов. Брянские богатыри на полях по всей России, от Крыма до Калининграда. Десятки машин поставлены и в новые регионы. В данный момент очень актуальная тема – это защита сельхозтехники от ударных дронов «Камикадзе». В данный момент сзади нас представлена на комбайне «Брянск-Сельмаш» система подавления мгла. В радиусе 500-700 метров делает купол и не дает пройти дрону. Помимо зерна и овощи уборочных комбайнов, «Брянск-Сельмаш» представил на выставке и свою собственную разработку мульчирующую фрезу, превращающую давно заброшенное и заросшее деревьями и кустарниками земли в пашню, а также новинку сезона – косилку КНР-03. В данной косилке находятся семь роторов, из которых на каждом роторе установлено по два ножа. Они изготовлены из специального износостойкого покрытия, которое увеличивает срок службы. Следующая смена ножей происходит после 1000 моточасов. Ну и косит, наверное, аккуратнее. Да, толщина скоса от 3 до 9 сантиметров. Приобретая технику «Брянск-Сельмаш», покупатели уверены в ее надежности и простоте в обслуживании. Ольга Макушникова, Александр Власов, Кокина. От очистки дистиллята до борьбы с вредителями. Предприятие «Экокремний» специализируется на синтезе диоксида кремния – универсальном химическом соединении. О его сфере применения могли узнать гости праздника Дня поля. Синтетический кремнезем или аморфный диоксид кремния применяется в разных сферах. У компании «Экокремний» более 200 видов продукции построено на этом химическом соединении. Кому-то нужно подлечить кошечку, кому-то нужна борьба с клещами, кому-то нужно почистить продукт полезный, кому-то нужно улучшить качество каких-то продуктов, производящихся либо в пособном хозяйстве, либо уже на предприятии каком-то. Для каждого есть что-нибудь интересное. «Экокремний» принимает участие в Днеполе ежегодно. Производство базируется в Новозыпкове, но известно далеко за пределами Брянской области. «Нас знает вообще вся Россия. Мы продаем продукцию и в ближнем зарубежье, и в дальнем зарубежье, в Узбекистан, Беларусь, нашу братскую, Казахстан, Узбекистан, ну и в дальнем зарубежье также ездили в командировки и продвигаем зарубежь. Но вся Россия нас знает однозначно. Мы лидеры данного рынка». Сейчас в разработке находится новое средство. Оно поможет в борьбе с испанскими слизнями. Дмитрий Газин, Станислав Пичагузов, Кокина. «Смазки, масла, герметизирующие и клеевые материалы для металлообработки». Свою продукцию на День поля привез официальный дистрибьютор «Газпромнефть» смазочной материалы в Брянской области – компания «Алео». Больше 10 лет на рынке. Компания «Алео» работает с крупными машиностроительными, металлургическими, аграрными и энергетическими промышленными предприятиями. Сотрудничает с мелко-оптовыми компаниями, специализированными магазинами и частными покупателями. «Мы официальный дистрибьютор компании «Газпромнефть смазочный материал» и поставляем бренды «Газпром» и «Джиэнерджи». Также мы являемся дилером по эфиле – это смазки в основном. «Джиэнерджи» и «Газпром» у нас представлены всеми видами маслами абсолютно для любой техники – индустриальной, моторной, для станочного парка, абсолютно для всего. Сейчас, с прошлого года, с 23-го года, мы активно начали заниматься сожью – это смазочно-охлаждающие жидкости. Работаем с самыми крупными заводами Брянской области. Сож наша – это отдельная тема, наверное, на сегодняшний день. Его можно выделить. Она очень хорошего качества, отличного качества. Лучше зарубежных многих аналогов. День брянского пуля. Для покупателей шанс познакомиться с одной из лучших продукций ООО «Алео». Взрослых радуют широким ассортиментом высококачественных смазочных материалов, клеев, герметиков, технических жидкостей, сожей. Детей, пока родители закупаются необходимым, бесплатной сахарной ватой и мороженым. Маслаз жидкости технические на машину приобрел. Больше ничего, пока только зашли мы. Как показывает себя в использовании? Очень хорошо. Надежно? Я приобрел смазку для машины личного пользования. Покупаю уже здесь не первый год. Показывает очень хорошо себя. Поэтому эту продукцию рекомендую всем покупать. Кроме того, дали мне в подарочек еще кепочку фирменную. Также важно доверие клиента, которое строится не на скорости поставки, не на количестве поставок смазочных материалов, а в качестве продукта. Это качество можно всегда проверить. У нас есть независимые экспертизы. Мы регулярно отбираем пробы еженедельно в большом количестве. Отправляем их в лабораторию, где пробы показывают состояние масла, состояние смазок, всех технических жидкостей. У нас есть своя лаборатория небольшая. Аналогично мы проверяем состояние на месте уже у клиента антифризов, охлаждающих жидкостей, сожи тех же самых. Новинки какие-то появляются регулярно, ежемесячно практически, для того, чтобы заместить ушедшие с рынка зарубежные аналоги. Чтобы приобрести качественные смазочные материалы, клеи, герметики и быть в курсе новинок, звоните по телефону 59 55 55 или приезжайте по адресу город Бренск, улица Олега Кашевого, строение 34В, офис 1. Александра Савельева, Кирилл Пухляков, Кокина. Это была последняя информация выпуска. Всего доброго и до новых встреч в эфире. До свидания.